Команда, открывается дверь, они заходят, дверь закрывается. Только после этого они имеют право открыть ту дверь. И все, и дальше уже там есть такие надписи «Назад пути нет». «Назад пути нет» – эта надпись встречает каждого медика, кто попадает в красную зону реанимации первой медсанчасти, где находятся коронавирусные пациенты в тяжелом состоянии. После шестичасовой смены обратно медики возвращаются уже через зону обработки. До пандемии в этом помещении был кабинет врача. Сейчас это стерильная зона, в которую попадают врачи после смены, после работы с больными коронавирусом. И уже здесь они после обработки переодеваются и уходят в зону отдыха. В свой кабинет заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии Аркадий Колеватов отдал под нужды без всяких вопросов. Система шлюзов позволила обеспечить полную безопасность сотрудников. За семь месяцев работы ни один специалист не заразился. Надо было принимать решение. Главное это ведь что? Главное результат. А результат какой? Живые, здоровые, улыбающиеся сотрудники. Шесть часов в красной зоне, потом шесть часов отдыха, затем снова шесть часов в красной зоне и шесть часов отдыха. В таком режиме медики работают сутки через сутки. После семи месяцев работы система отлажена как часы. Ежедневно спасает жизни людей, находящихся на грани жизни и смерти. Отчасти это заслуга из зав. отделения Аркадия Колеватова, который грамотно обучил врачебный состав, основываясь на прошлом опыте и проводит укупленный анализ каждого пациента. Мы в эту тему вошли, пройдя свиной гриб и имея полную информацию о том, что это смертельно опасно. И вот к этому надо было готовиться и это воспринимать. Формировались бригады, выполняющие определенные действия, длительная и частая тренировка одеваний СИЗов, подбора себе масок и так далее. Все это без ложного пафоса. За долгие месяцы работы команда медиков уже привыкла к таким условиям работы. Напугает их другое. Это уже как норма этот комбинезон. Это маска, одел и пошел. Потому что объем работы увеличился намного. Намного. То есть или что было с самого начала количество пациентов. Или что сейчас делается. Увеличение объема работы медиков в первую очередь говорит о том, что люди стали пренебрегать средствами защиты, думая, что именно их это никак не коснется. Чтобы люди берегли, наверное, себя. И действительно поверили, что это есть на самом деле. Просто кто-то говорит, я хожу, меня это не трогает, я не болею. Каждый день наши врачи-герои работают в красной зоне, в неудобных костюмах, не имея возможности их снять и даже попить воды. Долгое время не видят своих родных и близких. И все это ради спасения жизни людей. Вы знаете, вот это ощущение, когда действительно помогаешь, а когда тут у нас не так давно приходил к нам пациент, который от нас выписался, это не описать вообще вот эти вот чувства, эти эмоции. Мы помогли, он живет и радуется. Они делают это ради нас, поэтому давайте мы будем стараться для них, выполняя элементарные меры защиты, которые уже давно у каждого на слуху. Не здороваться, не целоваться, маску с носа не снимать. Там, где есть возможность, всегда протирать руки санитайзера, потому что интуитивно вы лица коснетесь.